Наш Ефим продолжает программа Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Здравствуйте, Ефим. Добрый день, Сергей. Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. Мне почему-то подсознательно кажется, что все крутится вокруг двух событий, которые между собой связаны. Вот не знаю, может быть, я ошибаюсь, мне почему-то кажется, что и эпидемии, и формы борьбы с эпидемией связаны с выборами, которые проходят у нас в Соединенных Штатах Америки, потому что это имеет отношение не только к американцам. Я имею в виду результаты выборов, потому что иногда в дискуссиях, скажем, в социальных сетях некоторые оппоненты, которые отрицательно, мягко говоря, относятся к Трампу, а попросту-просто его ненавидят всеми фибрами души, они в качестве аргумента приводят вот такое обстоятельство, что, дескать, Европа, европейские лидеры не любят Трампа, ненавидят его. Ну вот, поэтому, мне кажется, что действительно и Европа смотрит кто-то с надеждой, а кто-то с тревогой за тем, что происходит в Соединенных Штатах. В этом нет никакого сомнения, Сергей, и ваше ощущение совершенно верно, совершенно точно. Другое дело, что означает констатация факта, что европейские лидеры не любят Трампа. Они, между прочим, не любят и друг друга тоже достаточно сильно. Ну, разве можно сказать, что они любят и уважают Бориса Джонсона, скажем, премьера Великобритании? Конечно же, нет. Они его точно так же недолюбливают, как Трампа. И вообще, когда кто-то вам говорит, вы недоплачиваете и собираетесь ездить в трамвае зайцем, говоря по-русски, здесь сказали бы черным пассажиром, то есть не платя за проездной билет. Кто же такого человека любит, который напоминает им это? Трамп напомнил европейцам, что если они хотят поддержать боеспособность и вообще дееспособность НАТО, им нужно выполнять взятые на себя обязательства. Он же их не придумал. Это же обязательства, которые взяли на себя европейцы. Скажем, платить 2% своего ВВП, внутреннего валового продукта, в кассу НАТО. Америка платит 4%. Почему же кто-то, как скажем, в Чехии, откуда я сейчас вещаю, должна платить всего лишь полтора или 1,2? Конечно же, нет. За это можно и не взлюбить. Хотя, в целом, боеспособность НАТО Трамп пока не подорвал. Достаточно сказать, что военные базы НАТО, а главным образом Соединенных Штатов, нужно ведь честно называть вещи своими именами, раз там служат американцы, значит, это военные базы прежде всего Соединенных Штатов. Разумеется, под каким-то, под табличкой, под объявлением, что здесь находится база НАТО. Так вот, он их придвинул к границам России современной, послал туда часть контингента, который выводится из Германии. Разве это не усиление, не укрепление вполне реального военно-оборонительного блока НАТО? Разве это следование каким-то указкам из Москвы? Вот именно про это я вас и хотел спросить. Ну, как же? Трамп является папетом Путина. Разве он это все делает не в интересах Путина? Ну, это сказка для очень бедных духом. Я сейчас для свободы пишу, честно говоря, статью на эту же тему. Это сказка для бедных духом о том, как Путин слепил из глины подручной некоего Франкенштайна в виде Трампа, и тот выполняет все его указания. Ну, побойтесь Бога, те, кто это так говорит. Ведь все, что делает в последнее время Трамп идет против Путина, или, по крайней мере, против его престижа и против его образа в глазах мировой общественности. То, что он на Ближнем Востоке фактически заставил Путина погрязнуть в трясине сирийской войны, а сам между тем, походя, умиротворил Израиль с соседями арабскими, это что, Путину прибавляет очков? Это можно сказать практически обо всем. Если он так любит диктатуры, а Путин сейчас собирается устроить военное объединение с Китаем, вы знаете, то почему же Трамп вступил в торговый конфликт на самой границе конфликта горячего, военного? Почему же он помогает Тайваню оружием и дает ему гарантии безопасности? Я имею в виду Трамп. Разве это играет в пользу Путина? Почему в конечном счете именно дипломатия Трампа через Майка Помпео, разумеется, почему дипломатия Соединенных Штатов умиротворяет народы, вроде косоваров и сербов, вроде армян и азербайджанцев, на территориях, которые являются, по словам Лаврова, их суверенной зоной влияния, их теневой сферой России. А там умиротворяет Помпео от имени Трампа. Это же не просто позорище, это просто пощечина Путину и его дипломатии, если у него на задворках американцы вынуждены эти народы мирить. Так вот, что вы не возьмете, везде одна и та же картина. Трамп ведет совершенно самостоятельную политику, которую никак нельзя назвать любовью к диктаторам. Ну какая же любовь к диктаторам, когда он в контрах, на ножах, не только с Китаем, но и с Аэталахами Ирана. Он что, им помогает тем, что он им подвязывает валютопроводы вместе с газопроводами? Он им помогает очень, почему же они его так не любят тогда, а какой же он друг? То это же самое относится ко всем другим диктатурам мира, фактически. Возьмите кубус, который Трамп сейчас отношения фактически заморозил полностью. Это же те же самые революционеры, картинки которых, изображения которых, профиль которых, носят на своих маечках и безрукавочках революционеры в американских городах. А его отношения к диктаторам Центральной Америки, Америки к сандинистам, например, к Венесуэле с Йомадуро, к боливийцам, с их местными революционерами. Везде и всюду Трамп находится в контрах с этими диктатурами. И Путин, и здесь нужно ясно оговориться, не представляет исключения, потому что поклонник Путина, я уже не говорю о том, что его креатура, созданная им, никогда не стал бы не помогать летальным оружием Украине, вроде джавелинов, которые очень хорошо сбивают российские танки, не стал бы приближать к территории границам России, это надо заметить, свои военные базы. Все это делается в одних единственных интересах, и это не интересы Путина, это интересы Соединенных Штатов, только, это единственные интересы, которые вообще что-то значат для Трампа в годы его президентства. Это как раз то, что может показаться неприятным, а может быть даже и неприемлемым для каких-то европейских лидеров. Но возьмите вопрос, это не единственный вопрос европейской политики, разумеется, хотя и острый, поскольку выборы приближаются, симпатии подавляющего большинства европейских лидеров, за исключением стран, которые мы назвали, между прочим, их тоже немало. Это и та же Польша, это и Румыния с Болгарией, это и Чехия, которая, скажем, более или менее нейтрально относится к борьбе на политическом фронте Америки, но в любом случае, это и Великобритания, куда далеко ходить. Все-таки Борис Джонсон собирается вступать в персональную унию, то есть личный союз с Трампом. Этот союз будет весьма плодотворным, если Трамп, разумеется, выиграет эти выборы. Так вот, все это происходит на фоне пандемии, ковидной пандемии, распространения болезней, связанной с действием коронавируса в человеческом теле. И здесь тоже есть много аспектов, которые связывают Европу с Америкой. Ведь как же получается так, что Трампа, демократы, в частности Байдена, осуждают за то, что он чуть ли не придумал этот вирус, забывая о том, что вирус-то появился на свет в Китае, а не в Америке. Но главное, что он своими мерами, своими шутками насчет этой болезни, ее серьезности, он фактически виноват в смерти сотен тысяч американцев. В порядке оговорки Байден назвал это даже двумя стами миллионов американцев, но даже если их 200. Это много или мало? Это, разумеется, много, потому что ценен любой, любая человеческая жизнь. Но почему американцам совершенно не основная картина в Европе? Почему это для них чудо за семью печатями? Почему они не смотрят через океан? Ведь это совсем не так далеко. Допустим, 60 тысяч заболевших, не заболевших, простите, зараженных в день. Между зараженностью и болезнью есть, как говорят в Одессе, две больших разницы. Зараженный человек вообще может быть не болен, он просто является носителем и переносчиком, распространителем вируса, а больной человек это нечто совсем другое. Так вот, в Америке этих 60 тысяч заражений в день, это много или мало? Это, разумеется, много, но ведь в Европе их еще больше. Тогда уже нужно предъявлять Трампу обвинение по полной, что называется. Тогда нужно сказать, что он виноват своей нелепой политикой и в заболеваемости в Европе, потому что она вполне сравнима. В Америке живет 330 миллионов, человек во Франции скажем 50, 55 может быть по последней переписи. Сколько же там заболевших в день или заразившихся в день? 40 тысяч слишком. Это вчерашний день. 40 тысяч, повторяю, на 50 миллионов. В Америке их 60 тысяч на 330. Так о чем можно говорить? Как можно осуждать Трампа? Тогда он виноват и в этом. Он виноват и в том, что на 10 миллионную Бельгию приходится сейчас до 15 тысяч зараженных в день. Это же гораздо больше получается. Значит, его нужно обвинить во всем. Во всем. Но тогда станет ясна нелепость этих обвинений. Станет ясна полная их нелепость и попытка их политически обыграть, использовать. К сожалению, Трамп человек спонтанный и не знаю, какой у него штат советника. Он не всегда успевает додумать мысль. Он мог бы очень язвительно на этот счет пошутить о том, что у него на руках и кровь несчастных европейцев и о том, что следовало бы судить международным судом не только его, но и всех европейских лидеров. Ведь тот же Макрон пустоцвет, он же тоже как бы виноват в этих смертях. На самом деле никто из европейских лидеров как вообще из лидеров не виноват в том, что протекание эпидемического нового заболевания не подвластно каким-то политикам и их шагам. И до сих пор не вполне понятно, насколько успешными успешными будут нынешние меры предохранительные. Скажем, ношение масок везде и всюду или запреты там гулять по ночам сейчас здесь вели подобного рода запреты. Так вот, это совершенно пока непонятно, потому что модели поведения этого вируса пока не ясны. и даже способ распространения его не вполне понятен. Напомню, что еще в январе этого года Международная Организация Здравоохранения считала, что перенос вируса от человека к человеку нереален. И этого быть не может. Потом он утверждал, что он не передается воздушно-капельным путем. Потом о том, что он передается через канализацию и воду. То есть в этом имеет место процесс познания. Мы как человечество познаем поведение этого вируса и не вполне уверены в своих пока, в своих познаниях. Вот что важно понять. И нет такого правителя в мире, кстати, ни один диктатор мира с этой ситуацией не совладал именно потому, что там это уравнение со многими неизвестными. Более того, это уравнение со всеми неизвестными. Вот в чем дело. Потому что иначе врачи прекрасно охраняемые своими космическими скафандрами не заражались бы и не умирали бы. А они заражаются и умирают чаще, чем другие люди без этих скафандров. То есть там полно неизвестных. Так вот, Европа разумеется смотрит и, как говорится, помалкивает в тряпочку. Она видит, что это несправедливость, в чем обвиняют Трампа. Он был, кстати, первым, кто попытался закрыть границы. По крайней мере в авиасообщении с Китаем. И его же тот же Байден, между прочим, его соперник по нынешним выборам, тогда обругал, настаивая на том, что, во-первых, Китай ни в чем не виноват, во-вторых, что Китай хорошая демократическая страна и нечего привязываться к ней. Я сейчас не буду спекулировать на тему, на тему, какие личные интересы были у Байдена в Китае. В любом случае, он во многих случаях, и вы можете это найти на Ютьюбе очень легко, они собраны в одну подборку, он очень защищал Китай. Китай, откуда все это пошло и началось. Поэтому надо быть очень, я бы сказал, нечестным и играть против понятий fair, понятия честного подхода, чтобы обвинять Трампа в распространении этой эпидемии. Разумеется, он и сам перенес болезнь COVID-19, между прочим, перенес ее легко, как говорится, на ногах, и имеет право, как перенесший легко, имеет право говорить о том, что бывают и такие случаи, что можно перенести легко. Точно так же, как он в порядке гипертрофии и преувеличения сказал, что его сын, барон, перенес в течение 15 минут эту болезнь. Надо же воспринимать его как человека, он же не автомат, не робот, не робокоп, который работает по заданной программе. Он очень часто говорит спонтанно, стихийно и, может быть, даже нелепо. Но это и есть то человеческое, что в нем подкупает. Европейцы очень, в этом смысле, несправедливы к нему. И, разумеется, предпочли бы Байдена, не понимая, какими последствиями это им грозит. Потому что Байден это только первая буква алфавита, как говорится. Это только А. За ним последует Б, за ней последуют и другие буквы до самого, до самой последней буквы Я или З, в зависимости от того, каким вы пользуетесь алфавитом. Так вот, им тоже весьма не поздоровится, потому что это найдет свое отражение и в состоянии рынков, в том числе и рынков биржевых и акций биржевых. Это найдет свое отражение и в состоянии международных отношений. И здесь европейцам мало не покажется. Они сейчас находятся под сильной угрозой и здесь можно затронуть и вторую тему, возможную для обсуждения. Это резкое ухудшение отношений между Францией и Турцией по поводу отношения французского правительства нынешнего к исламизации страны. Макрон, видимо, в интересах своего политического положения для какого-то политического оживляжа и его имидж в стране, его популярность резко упали в последнее время. Он заинтересован в том, чтобы демонстрировать и представить свою страну каким-то радикальным резким шагом, которое бы улучшило его положение. И для этой цели, разумеется, исламизация подходит как нельзя лучше. Он воспользовался трагической смертью французского учителя, которому религиозный фанатик чеченского происхождения, но живущий за границей всю свою жизнь практически, попросту отрезал голову, обезглавил, как это, как говорится, как это принято у них. И Макрон воспользовался этим случаем для того, чтобы улучшить свое положение внутри страны. Но, естественно, что президент Турции Эрдоган тоже попытался воспользоваться тем же случаем и тоже для улучшения своей политической позиции в своей стране, в Турции, которую он давно ориентирует на возобновление, восстановление ее былого османского величия и вступил с Макроном в жесточайшую полемику, угрожая самыми разными мерами ответными. В частности, он ввел запрет на продажу и покупку французских товаров, он это оформил в виде добровольного отказа, но тем не менее, поскольку это исходит от главного человека в стране, это воспринимается как добровольно обязательный отказ от французских товаров, в частности, косметики и прочего. Другие мусульмские государства последовали в той или иной степени его примеру и точно так же обострили свои отношения с Францией, в частности, Пакистан, который очень подвержен сильно вот этим тенденциям исламизации и мусульманства агрессивного, тенденциям джихада. В результате получилось снова всемирное обострение на этой почве. То есть, мы сейчас можем говорить о разных вариантах обострения политической ситуации в мире. С одной стороны, это болезнь, которая пока никак не обуздана, несмотря на все принимаемые меры. Здесь у нас в Европе меры исключительной строгости принимаются сейчас. Запрет выходить из дому в каком-то определенном радиусе 500 метров, 1000 метров и так далее. Запрет на ночные прогулки, запрет на взаимные помещения, посещения, запрет на то, чтобы собираться числом более 6 человек, даже менее, 4 человека могут собираться, и то, главным образом, если они принадлежат к одной семье. Применение масок даже при автомобильной езде, если вы находитесь, все это иногда граничит с пародией, потому что человек, находящийся в машине и не имеющий там пассажиров, вообще не может никого в принципе заразить, но тем не менее он предпочитает, вернее, он обязан носить маску. То же самое, скажем, диктор в студии, я сейчас заканчаю последнюю фразу, диктор в студии тоже говорит, бубнит что-то в эту маску, как будто он может через экраны кого-то заразить. Есть такое выражение push envelope, вот по-моему это как раз вот к этому имеет отношение, то есть правители, элиты проверяют, насколько можно в стадо загнать людей, насколько можно людей превратить в баранов абсолютных, насколько их можно подчинить любой совершенно абсурдной идее. И в связи с этим я всегда вспоминаю Германию, когда мы удивлялись, как это так в то время наиболее образованная, наиболее продвинутая нация в одночасье превратилась в нечто совершенно невообразимое. и сейчас я начинаю понимать, как это работает. Я начинаю понимать, я вижу, что происходит, то есть под благими предлогами людей просто превращают в баранов. Губернатор там, скажем, в Калифорнии настаивает или издал указ о том, что люди даже, которые пришли в ресторан, должны между вот взял кусочек, отрезал, в рот положил, снял маску, приспустил, потом опять одел маску, то есть это же уму непостижимо. Вы можете себе представить такую картинку, человек в маске режет, отрезает кусочек, кладет, это действительно звучит как пародия, но на самом деле это не смешно, на самом деле это страшно. Это вот под любым благовидным предлогом людей можно превратить в нелюдей. Легко и просто. Легко и просто. под каким благовидным предлогом сейчас это делается? Ведь, разумеется, во всех странах Европы идет мощнейшая полемика. Я бы сказал, астракизация, фактические забрасывания камнями тех, кто не согласен с этими мерами. Ну, скажем, их называют здесь масочными диссидентами. И обратите внимание, что важно, слово диссидент применяется в исключительно отрицательном значении. Диссидент значит плохой человек. Это мы думали, что диссидент это человек, который противится несправедливости и так далее. Нет, масочный диссидент сейчас называют, так называют людей, которые не согласны с этими мерами. И почему их побивают камнями? Да потому, что говорят сторонники, сейчас же речь идет не просто там о каких-то кто хорош, кто плох, кто кому нравится или не нравится. Нет, речь идет о жизни и смерти нас всех. А жизнь и смерть требуют совершенно других, других подходов гораздо более строгих и непримиримых. И получается все время нам родившимся и выросшим в Советском Союзе ведь тоже говорили, что ведь дело борьбы за рабочее дело оно не просто вопрос мнений. Вы за тех, вы за белых или за красных. Нет, это вопрос жизни и смерти. Если вы за жизнь то вы не станете лить воду на мельницу империалистов поджигателей войны. Ведь война это всегда плохо, ведь дети умирают, вдовы плачут. Ну как можно быть сторонником этих империалистов, которые против жизни и за смерть. И тогда и сейчас речь идет о так называемой псевдо гуманистической ориентации. Это псевдо гуманизм, разумеется. Я не хочу пользоваться советским термином абстрактный гуманизм. Но это псевдо гуманизм, разумеется, где ставятся заведомо ложные цели и они призваны оправдать вполне конкретные репрессивные меры. Вот в чем проблема. Сейчас уже здесь на европейские улицы мало кто выходит с протестами против этого, потому что это ведь что? Это же протесты против жизни. Мы хотим сохранить жизнь, а эти люди протестуют, не понимая, что они других заражают и сами могут погибнуть. То есть опять фальшивое понимание гуманизма идет против нормальной человеческой рациональности, то, что называлось всегда деревенским разумом, здоровым разумом, а сейчас вот именуется борьбой против жизни и за смерть. давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна «Похищение Европы». Ефим, ну, я не знаю, вы тоже, наверное, не специалист вирусологии и так далее, но вот пытаюсь размышлять, что такое вакцинация? По-моему, поправьте меня, если я не прав, вакцинация это искусственное инфицирование человека, то есть, ему вводят дозу каких-то вирусов, человек как бы заболевает в легкой форме, а организм начинает вырабатывать какие-то антитела и, так сказать, они борются с этим вирусом и это якобы должно гарантировать, что в дальнейшем человек не заболеет тяжело. Значит, у меня возникает связи с этим вопрос, даже несколько вопросов. Во-первых, тут были проведены исследования и, я не знаю, разные ученые говорят разные, но вот одно исследование показало, что антитела как бы живут не так долго, как ожидалось бы, вот, что они быстро, так сказать, умирают, поэтому не гарантируют повторного заражения и так далее. С этим понятно. Потом они нашли, что есть какие-то T-cells, которые якобы противостоят вирусу. с другой стороны, если мы всех изолировали, а если бы мы всех не изолировали, если бы люди, так сказать, инфицировались не искусственным путем за счет дорогостоящей вакцины, а если бы люди инфицировались естественным путем, так называемый выработался бы массовый иммунитет, это, ну, как бы есть вот такие направления, такие разговоры. Я почему-то склонен думать, что этот путь, ну, если не более эффективен, то, во всяком случае, последствия такого пути были менее разрушительны, потому что, когда мы объявляем такой строгий карантин, причем для больных и здоровых, а в данном случае слово карантин вообще обретает некий какой-то совершенно иной смысл, потому что изначально карантин предполагал изоляцию больных людей, людей, которые инфицированы, их изолировали, вот это называлось карантин. А сейчас карантин, это всех здоровых изолировали иммунную систему, так сказать, под корень, это касается и детей, которые, если раньше они общались в школе, друг другу передавали бактерии, вирусы, развивалась иммунная система, укреплялась, сейчас они все сидят по домам, в изоляции, иммунная система, конечно, идет вниз, я уже не говорю о психологическом состоянии детей, я уже не говорю о том, что образование через удаленку, через компьютер, это на самом деле имеет только одну, может быть, положительную сторону, один положительный момент, это американским школьникам не промывают мозги всяким социалистическим дерьмом, что происходит в школах, вот это единственный положительный момент, который во всем этом вижу, так вот, если бы люди инфицировались нормальным, естественным путем, и как показывает практика, уровень смертности довольно низкий, хотя, как принято говорить, даже одна смерть, это слишком много, но тем не менее, смертность от ковида низка, невзирая на то, что это дело темное, потому что, как выяснилось, диагнозы ставятся, ковид, не всегда, так сказать, это соответствует действительности, вплоть до анекдотических случаев доходит, разбился там на мотоцикле, но при этом у него обнаружили ковид, или предположили, даже не делая тест, что у него был ковид, и в диагноз ставят ковид, потому что в госпитале есть стимул получать значительные суммы денег налогоплательщиков в том случае, если больному поставили диагноз ковид. Так вот, Сергей, я также не являюсь ни эпидемиологом, ни вирусологом, но существует ведь и нормальная логика вещей, и по этой логике действительно вы все это очень правильно описали, именно так действует сам принцип вирусной или бактериологической прививки, так он и действует, другое дело, что при этом врачи или ученые могут определить ту дозу безопасную самого вируса в прививке, в вакцине, которая достаточно безопасна, хотя и вызывает возникновение так называемых антител в организме, или в любом случае повышает иммунитет организма и делает вот именно тот иммунитет организует в организме, который противится вторжению вируса. Все это так, по идее. Плохо здесь то, что повторяю, это уравнение со многими, если не со всеми неизвестными, мы вообще не знаем пока, а появляется ли иммунитет, возникают ли эти антитела в организме, пока не было, это однозначно доказано, вернее, они, как правило, возникают, но они распадаются так быстро, что их нельзя считать даже каким-то инструментом в борьбе за возникновение иммунитета. Ну, скажем, если они распадаются в течение двух месяцев, а человек привит, а через два месяца он опять открыт для вторжения вирусов, что это значило и для чего это все было. Ученые говорят, что смысл вот всех этих мер не столько в том, сразу сделать прививку этим людям, сколько снизить количество зараженных и заболевших, чтобы облегчить работу больниц. Что постепенно со временем скорее всего этот стадный иммунитет все-таки возникнет так или иначе. Если вообще, повторяю, здесь же главная неизвестная величина, то возникает ли долгосрочный иммунитет в организме, подверженном такой вот вакцинации. Есть еще одна сторона вопроса, ведь насколько я знаю, вирусы склонны мутировать. Вакцина, скажем, гриппа существует на протяжении десятков и десятков лет, но тем не менее от гриппа ежегодно в Америке умирает несколько десятков тысяч человек. То есть сегодня изобрели вакцину, завтра вирус мутировал, превратился в некий другой вид или там подвид, я не знаю уж как, и получается, что вакцина дает какую-то ложную надежду в этом случае. Давайте попробуем принять звонки. Надежда лучше, чем никакой надежды. Давайте примем звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, я хочу задать вопрос вашему помню. Пожалуйста. Вот такой вопрос. Мой брат, который живет в Мюнче, попался сейчас в больницу. Ему сделали два теста и сказали, что у него коронавирус. Дают какие-то лекарства и причем ему не объясняют, что это такое и сколько должно прилетиться. Ничего, говорят, что у них нет времени и так далее. Мой вопрос такой. Они, в принципе, в больнице обязаны ему сказать такое лечение там. Это его, по идее, права. И он не подписывал там никаких форм, что он согласен с этим, не согласен. Они ему что-то дают без его разрешения. Вот мой такой вопрос. Какие там вообще права у пациентов в больнице, которые находятся в Германии? Я не в курсе детства. Понятно, понятно. Я в Германии жил 15 лет, поэтому какие там права у пациентов. В любом случае у пациента есть абсолютное право знать, во-первых, правду о своей болезни, какой бы она ни была. Даже самым тяжелым раковым больным сейчас такова нынешняя норма, стандарт, как говорится. Говорят правду точно так же, как рассказывают достаточно подробно обо всех медикаментах, которые так или иначе используются для лечения этой болезни. И о перспективах. То есть, что, какой прогноз у него на месяц, на год, на года. Прогноз на излечение полностью говорят. Поэтому, если ваш брат хорошо общается по-немецки с людьми, он может и даже обязан спросить точно. Не может быть такого, чтобы ему что-то давали без его прямого разрешения. это дают только в тех случаях, когда человек без сознания или в коме или не способен сказать ничего. То есть, здесь права все есть. И, в принципе, можно, разумеется, пожелать вашему брату скорейшего выздоровления и поздравить его с тем, что он заболел все-таки и попал в немецкую больницу. Потому что немецкая медицина, не имея больших преимуществ в смысле недопущения этих болезней, они там в принципе точно так же есть. Сейчас, на сегодняшний день, скажем, по 12 тысяч зараженных в день, по 15. Это не так уж много для 82-миллионной страны, но все же. Так вот, медицина хороша не тем, что она не допускает, предвосхищает превентивно появление болезней, а в том, что она их довольно успешно лечит. Смертность от заболевания ковид-19 в Германии ниже, чем в других соседних странах. Смертность, это разные показатели совершенно. Кстати, в Америке смертность не так высока, как многие хотят это представить. Она может быть чуть выше, ведь смертность берется от числа заболевших или от числа зараженных, не просто от населения страны. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста. В Германии у него шансы хороши. Ефим, давайте мы примем звонок. Добрый день. Слушаю, спасибо за рассказ про Европу. Вопрос такой, потому что так вот кажется, что надо куда-то как всегда ехать. Где сейчас лучше бенефиты? Во Франции, в Германии, в Чехии? Куда нам податься, скажите? Куда вам податься, подождите. Вы собираетесь менять Америку на какую-то европейскую страну? Ну, возможно, возможно, потому что здесь уже, вы же понимаете, мы сейчас будем платить контрибуции, тем, которые мы совершенно ни при чем за их неугнетение. Мы сейчас платим большие контрибуции за вот этот мир с Израилем. Это все за наши деньги, всем этим арабам заплатил огромные деньги, чтобы они с Израилем признали его, так сказать. Ну, надоело уже платить такие огромные деньги, не получая ничего взамен, никакой социальной помощи. Вот хотелось бы вам опрессовать, где лучше все-таки, куда податься. У вас большой опыт, как я понял, да. Я вам это скажу, хотя я пока еще как бы полотенца на ринг не выбрасываю. Я думаю, что, во-первых, непонятно, чем дело кончится, еще может кончиться и хорошо, а во-вторых, оно просто третьего числа ничем не кончится, там еще будут такие волны пойдут по стране, что, как говорится, по-русски мало не покажется. Так вот, говоря о Европе, я вам просто честно перечислю страны, страны с более высокими бенефитами, как вы говорите. Это, разумеется, Швейцария, это Германия, это Норвегия. Эти страны, Швеция уже выпала из этого, может быть, еще Финляндия, но Финляндия, так сказать, редко воспринимаемая страна для эмиграции. Вот эти страны являются все еще чемпионами по бенефитам, по каким-то пособиям, по подачкам разного рода. В некоторых странах вводятся, особенно в скандинавских, в той же Финляндии, так называемое минимальное поголовное пособие. То есть, не зависит от того, работаете вы или не работаете, но у вас есть право, скажем, на 2000 евро в месяц просто так вам дают. Эта система не очень оправдала себя, правда, потому что она демотивирует людей вообще, многим не хочется работать после этого, но я вам просто честно перечисляю эти страны. Сегодня уже ни Британия не является такой страной, ни Франция, ни в коем разе Франция не является такой страной. Она очень перегружена эмиграцией. Сегодня еще, повторяю, остается Швейцария, Норвегия может быть с Финляндией, но уже без Швеции и Германия все та же. Так что если вам, если, как говорится по-украински, текать, то придется вам текать туда. Но я думаю, что еще нужно попробовать сражаться за Америку. Да, и следующий звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Уважаемый Ефим, я, конечно, поддерживаю все, что вы говорили, как говорится, придерживаясь того же мнения, но у меня вот возникли вопросы. Во-первых, кто это такой гениальный, который вел комендантский час для борьбы с вирусом? Это что, ночью вирус более агрессивный, чем днем, что ли? А во-вторых, вот мне непонятно, почему Европа поджала, как говорится, зайчий хвост. Они собирались подавать суд на Китай за распространение искусственного вируса. в общем-то, это объявление биологической войны. И вдруг это все прекратилось внезапно. Вот как-то можно это, ну, как вернуть и начать сначала, или это уже все, как говорится, погибло во цвете лет? Спасибо большое. Вы знаете, я и сам принадлежу к числу тех, кого здесь прозвали ковид-диссидентами. То есть, я тоже считаю, что многие меры бессмысленны. Они принимаются не для того, чтобы как-то подвязать распространение эпидемии. Они принимаются для того, чтобы имитировать деятельность, такую бурную деятельность. все правительства Европы заняты бурной симуляцией какой-то деятельности. Разумеется, ночью вирус распространяется точно так же, как днем. Ему, как говорится, до фени, светло на улице или нет. У него свои органы чувств и свое восприятие мира. Но просто это делается для того, чтобы как бы считается, я повторяю, если даже принять их логику, считается, что ночные встречи опаснее дневных. Во-первых, Бог знает, чем вы там занимаетесь ночью. Во-вторых, может быть, вы и пьяны при этом еще. То есть ночной карантин или ночное комендантское время, оно сейчас во всех или в большинстве стран Европы. Оно сейчас принято и здесь, в Чехии, и в соседних странах. В той же Словакии, Австрии и других странах. Но, повторяю, мне эта логика недоступна. Я считаю ее просто суррогатной, симуляционной деятельностью, которая заменяет настоящее понимание проблемы. Давайте попробуем принять, Слович. Звонок, добрый день, пожалуйста. Давайте, давайте. здравствуйте. Я быстро финансовый вопрос. Значит, мы установили, что военные действия уже не нужны, то есть затраты, потому что один, два человека пробежали по планете и все сдохли. Поэтому это все понятно. Дальше, финансовый. Значит, врачам, вот это я серьезно, врачам 3 доллара в день, 3 доллара в час за одного пациента и не больше. Это не метро. Раз. Все. На этом я заканчиваю. Врачам 3 доллара не больше. Смертная качка при 4 доллара. 3 доллара в час? Я понимаю, при том, что это у Бориски опять сезонное осложнение, обострение, точнее. неважно, неважно, он прав. 3 доллара в час это бессмысленная цена, просто бессмысленная. Тем более, если учесть, что, по-моему, даже в Америке минимальная зарплата это 10 долларов в час. В разных штатах по-разному, но на федеральном уровне, да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей. Добрый день, Ефим. Владимир Керезвилинга. Мне просто хотелось вспомнить о госслушателях или насчет Финляндии с их минимальным базовым доходом. Там недавно я прочитал, что у них за последние 3 года сменилось что-то 5 или 6 правительств. Именно потому, что денег на это нет. Как сказал наш уможаемый это сейчас социализм великолепная вещь. Только раньше или поздно у нас кончаются чужие деньги. Это и происходит. Совершенно верно. Совершенно верно. сказано. Совершенно точно и имеет отношение к Финляндии. Ну, я не стану считать их правительство. Сейчас там совсем молоденькая девушка, чуть ли не продавщица в прошлом, Санна Марина ее зовут, которая посмотрим, насколько успешной будет ее деятельность. Я в такого рода социалистические мероприятия не верю. Но это моя личная точка зрения. В базовый доход я не верю. Он всегда базовый. Ведь зависит от того, какой доход. Если вы живете там на 3 доллара в день, у вас тоже первичный, у вас базовый доход. 3 доллара в день. А если вы даете 2000 евро, это 2500 долларов, скажем, то это совсем другое. Это вас, может быть, даже не мотивирует вообще ходить на работу. Потому что вы теряете деньги, а не зарабатывается. Да. Ефим, огромное спасибо. К сожалению, времени больше не осталось. Посему до встречи в следующий раз. Всего вам доброго и до следующего вторника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова